Всем привет! Приходя с работы домой, заходя в подъезд в темное время, вы, думаю, часто сталкивались с тем, что вам автоматически включается свет. Чтобы свет включился автоматически, срабатывает специальный датчик на движение. Датчиков на движение в наше время очень много. Сегодня буду разбирать ремонт одного из таких датчиков. Такой датчик называется инфракрасный датчик движения. Датчик работает на получении отраженных инфракрасных лучей движущегося человека. Когда человек входит в область обнаружения, на датчик подается нагрузка, но перед этим, чтобы включить свет, он определяет день сейчас или ночь. Соответственно, такой тип датчиков можно назвать включил и забыл. Днем он не будет свет включать, с наступлением ночи он начнет его включать. Для того, чтобы датчик определял день сейчас или ночь, есть специальный регулятор. Регулятор освещенности. С помощью его вы настраиваете чувствительность фотодатчика. С помощью второго регулятора вы настраиваете задержку на отключение нагрузки. Сегодня на ремонте у меня три однотипных датчика. Буду показывать возможные неисправности и как их восстановить. Для начала необходимо разобрать датчик. Внутри он выглядит вот таким образом. Далее необходимо открутить два шурупа, чтобы снять плату. Данный датчик реагирует на движение, но при подаче нагрузки свет включается на долю секунды. В этом датчике стопроцентная неисправность самого реле, а именно подгоревшие контактные группы. Сейчас буду выпаивать и менять это реле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Реле у нас включается от 24 вольт, желательно найти такое же, на такое же напряжение. Сейчас я еще раз повторно проверю это реле. Для этого подам с лабораторного источника питания 24 вольта на крайние контакты реле. Реле щелкает, это говорит о том, что контактная группа срабатывает. В подключенном состояние, в подключенном состоянии необходимо прозвонить свободные контакты на реле. В подключенном состоянии должно показывать короткое, в отключенном состоянии должно показать бесконечность. Судя по всему, контакта нет. Пойду поройсь в ящики с мусором, может, чего и найду на замену. Нашел несколько плац похожими реле. Данные реле 12 вольтовые. Их можно, в принципе, поставить, но только нужно ставить сопротивление по питанию. Не особо хочется этот вариант использовать. Поищу еще. А еще есть такие. Тоже 12 вольтовые. Да, потрепала их жизнь изрядно. Большой плюс таких реле в том, что они в прозрачном корпусе. Ну и, как видно, по их состоянию они уже негодные. Все-таки нашел одну плату с отдельно стоящим реле. Вот оно сейчас и пойдет на донора. Далее, перед установкой, конечно же, надо реле проверить. Проверяется оно таким же методом, как проверял я неисправное. В подключенном состоянии контакт есть. Соответственно, в отключенном состоянии контактная группа должна перейти к другой ножке. Реле исправно можно ставить. Подготавливаем контактные отверстия. Лучше всего для этого подходит зубочистка. Устанавливаю реле. Как выясняется, нужный мне контакт короткий. Но сейчас попробую все равно его подпаять. Посмотрю, будет ли держаться. Да, не держится. Придется наращивать ножку. Сегодня в видео в качестве флюса использую канифоль. Так как канифоль самый легкодоступный флюс. Ножка наращена. Будем ставить попытку номер два. Поехали. 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 Реле будет немножко приподнято, так как нарощенная ножка не дает его опустить полностью. Припаиваю полностью реле. Продолжение следует. Далее необходимо убрать все за собой, а именно смыть остатки флюса. Я смываю флюс растворителем 646. Далее необходимо подключить и проверить датчик. Датчик работает от сети 220 вольт. Согласно инструкции на задней стороне датчика, синий и коричневые цвета это фаза 0, а красный провод является включением нагрузки. Датчик подключен к сети. Далее необходимо проверить напряжение на красном и синем контакте. Напряжение присутствует, это говорит о том, что подключена нагрузка. Чтобы датчик сработал на отключение, необходимо накрыть сверху крышку. Датчик отключился, нагрузка пропала. Если махнуть рукой, нагрузка должна появиться. Также коротко расскажу о неисправности других двух датчиков. Неисправность однотипная. Выход из строя транзистора, который включает реле. Пробой база-коллектор. Выпаиваю неисправный транзистор. Транзистор помимо того, что припаен, он еще и приклеен. И, соответственно, необходимо прозвонить, убедиться, что короткое ушло. Транзистора в SMD корпусе у меня не было. Я выяснил, что включение реле происходит за счет минуса. Соответственно, транзистор нужен NPN. Я взял самый распространенный транзистор C945. Далее проверяем. Необходимо также накрыть сверху крышкой. Реле выключается, и при движении оно включается. Соответственно, контакты выглядят следующим образом. У третьего датчика точно такая же неисправность. Неисправен транзистор. Ставится тот же самый транзистор, точно в таком же направлении. И проверяется также. Накрывается крышкой. Все работает. Ну и напоследок, кто желает увидеть, что находится внутри реле с первого датчика, сейчас я его вскрою и покажу. Видно, что все черное. Контакт подгоревший. Соответственно, при включении контактной группы лампа не загоралась. Вот такие три несложных ремонта. Не спешите выбрасывать свои датчики, если они у вас есть. Неисправности могут быть простыми.